МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Она могла спокойно постучать в дверь. Я бы ей открыла, если она что-то хотела. Но нет, она постоянно влезет в наши отношения. Добро пожаловать, что вы помолчите. Вообще-то замки врезала мою собственность. Свекровь и невестка. Опять война. Снова драка в семье. В итоге у одной выбит дорогой имплант. Чью сторону займет муж и сын, узнаем в суде. ИСТЕЦ требует возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда. Ответчик заявляет встречный иск на возмещение материального ущерба и морального вреда. Так, пожалуйста, слушаю вас, ИСТЕЦ. Ваша честь, я требую возместить мне ущерб в 43 тысячи рублей. И, естественно, моральный ущерб в 70 тысяч рублей с ответчика. Ответчик – это моя свекровь. Вообще больная на голову. Вы представляете, напала на меня прямо дома. Чем меня оскорбляет? Судья оскорбляет сразу, что я больная на голову. Тамара Васильевна, мне это слово. Так, ИСТЕЦ, я предупреждаю вам, что при судебном разбирательстве вы должны уважительно относиться к друг другу. Держите себя в руках, иначе я вынуждена буду наложить на вас административное взыскание за неуважение к суду. Спасибо большое. Понятно. Простите, пожалуйста, Ваша честь. Вас это, кстати, тоже касается. Спасибо, Ваша честь. Пожалуйста, ИСТЕЦ. Тамара Васильевна напала на меня прямо дома. Ну, то есть вечером мы уже спать собирались. Мой муж Виталик уже лежал в кровати. Я пошла в душ, наложила маску и собиралась идти спать. Она напала на меня прямо у двери в нашу комнату. Представляете, начала дергать ее. И она дергнулась с такой силой, что повредила мне, получается, имплант. Ну что ж, я такая ненормальная, что ли? Дорогой. Тамара Васильевна. Дернула куда? Дернула на себя. Я хотела закрыть дверь в комнату. Я хотела ее закрыть, потому что вечер, как бы 12 часов ночи, мы уже собирались спать, завтра на работу. Я все. Завтра на работу. И она дернула дверь на себя и, получается, набросилась на меня просто с кулаками. Я защищалась, естественно. И в моменте драки она повредила мне очень дорогой имплант сзади, который стоит 43 тысячи рублей. То есть я на него собирала очень долго. Ударила вас дверью или как? Или кулаком? Получается, кулаком. Она на меня напала после того, как дернула дверь. Двери, естественно, они выпали. Кто? Да я бы не прошла бы через дверь. У нас хрущевка. Так, тихо. Тамара Васильевна, вы понимаете, что она постоянно... Я не поняла, каким образом вам повредили имплант. Она начала дергать двери. И, естественно, двери выпали. У нас квартира у нее старая, получается. Двери выпали. Двери выпали, зубы выпали. Да, и она на меня напала. Ну, то есть она на меня напала. Просто завязалась драка. Виталик нас еле вообще разнял, мой муж. А причина какая была? Я не понимаю твоей причины. 12 часов ночи я шла, естественно, ложиться спать. Она могла спокойно постучать в дверь. Я бы ей открыла, если она что-то хотела. Но нет, она постоянно лезет в наши отношения. Добро Васильевну, помолчите. Она постоянно лезет в наши личные отношения. До этого, пока не было замка в комнате, она вообще лазила, убирала, выбросила половину моей косметики, выбрасывала мои вещи. Говорит, я типа порядок наводила. Представляете? Они все грязные, а сейчас инфекция. У меня есть договор о том, что как бы об оказании платных медицинских услуг и справка от врача, что у меня поврежден дорогой имплант. На его восстановление нужно 43 тысячи рублей. То есть его нужно просто заменить. И, конечно же, моральный ущерб требую, потому что я устала жить вот так вот. Вы требуете моральный ущерб, потому что вы устали жить с вашей свекровью, или потому что вам вред здоровью причинен? Уточните. И вред здоровью, и то, что тоже устала. Но больше, конечно, по степени вред здоровью. Ну, вы же определитесь. Вред здоровью. Скажите, пожалуйста, чем подтверждается, что ответчица напала на вас? Вы вызывали полицию? Я не хотела вызывать полицию, потому что все-таки это... И в правоохранительные органы вы тоже не обращались? Нет, не обращалась. Но я ходила к стоматологу, и как бы у меня есть заключение о том, что... Что вам свекровь выбила имплант? Нет. Ну, мы с ней подрались дома. А как можно вообще имплант, ваша честь, выбить? Вы мне его не выбили, вы мне его повреждили. И посмотрите на ее... Пусть она откроет все 40 зубов, которые у нее есть во рту. Где он, этот имплант? С какой стороны он у нее находится? Вы предлагаете мне заглянуть... Нет, я вам не предлагаю. Просто пусть она продемонстрирует. Кому? Ну, всем. Что я ей выбила этот имплант. Как он правильно называется? Какой-то имплант, она мне сказала, выбила какой-то. Имплант, дорогущий. А где он находился сзади? Где он сзади у нее? Ну, где сзади? Здесь сзади, там сзади. Где он у нее сзади, этот имплант находится? Я никак не могла зайти. Я прошу прощения. Они же разные бывают, импланты. И там бывают, куда вы показываете. Да, ну, может быть. Но речь идет о другом импланте. Я на этом имплант собирала полгода. Мне нужно было заменить зуб. Я его заменила. И она, когда на меня напала, она как будто метила. Прямо вот прям в него. Она мне его не выбила. Дверью я тебе... Тамара Васильевна, пожалуйста, можно я скажу? Сейчас я говорю, у вас будет слово. Она как будто метила именно в этот имплант. И поэтому я требую возместить ущерб. Почему не вызвала полицию? Потому что все-таки, как бы, Виталик, мой муж, настоял на том, чтобы я не вызвала полицию. Все-таки мама его. Ну, все-таки мама его, тогда пусть бы он вам новый имплант и поставил. Ну, вы понимаете, что это никогда не прекратится. Если бы я сейчас не подала в суд, ну, как бы, в следующий раз бы она бы меня вообще могла убить. Вы остались проживать в этой квартире? Да, конечно. Тогда у вас все впереди. Сумасшедшая мама. Мужа, которая... Вы вообще нам в жизни не даете там... Документы передайте, пожалуйста. Убивает дверью и выбивает имплант, который стоял сзади. Ну, все видела. Но фантазия, я не знаю. Так, пожалуйста, отвечицу суду. Давайте пояснение. Вы согласны с иском? С иском я категорически не согласна. Нападали на истицу? Да, я подала. Били ее? Никогда я ее не била. Да, конечно, не била. Я не била ее истицу. Не нападали на нее? Нет, не нападала я на истицу. Дверью не били? Дверью нет. Дело в том, что истица без моего согласия... Значит, я являюсь собственником трех-четвертых вот этой трехкомнатной квартиры, в которой проживает истица. Проживает она всего лишь не больше года. Живет с моим сыном. Без моего разрешения они взяли и врезали замки. У вашего сына одна четвертая этой квартиры, он имеет право. В общежитии. Естественно, не мешайте. Одну четвертую я действительно выделила сыну. И так как уже в возрасте, я хотела вообще всю квартиру на него переписать. Но как бы молодежь думала, появятся какие-то внуки. Он привел жену, думаю, все это. Мне в МФЦ сказали, не делайте такую глупость, вы останетесь на улице под мостом. И правильно я эту глупость не сделала. Значит, она урезала в мое отсутствие замки. Не я, а ваш сын. Я хожу буквально, знаете, как этот... Получается, как у Пиночета по тропочке. Прохожу, убираю. В коридоре везде не сталкивающего пользования. Ничего подобного, я всю квартиру мою. У нас, к сожалению... Квартира, вы сказали, трехкомнатная? Трехкомнатная. Но дело в том, что туалет с ванной совмещенный, она уходит в ванну и ложится там в этой ванне на 2,5 часа. Конечно, я слежу за своей красотой. Потому что она постоянно не работает. Она постоянно сидит... Да, конечно, не работает. Скажите, какое это имеет отношение к делу? Ну, я хотела подойти к сыну спросить, что приготовить? В 12 ночи. Дело в том, что она не готовит. Она только портит продукты, она не готовит. Он ее с тряпнью не ест. Я хотела спросить, потом я сказала, на каком основании в моей собственности врезаны замки. Это вот в 12 ночи, когда она шла из ванны? Нет, она шла в 12 часов из ванны, а я, извините, у меня стоит маленький диванчик, она врезала замки там, где две смежные комнаты. Я нахожусь в одной комнате с котом. И у меня возле дивана стоит, мало того, что стоит судно кота, куда он ходит, писеет. И у меня еще стоит ведро дачника, на которое я сажусь. Я не могу терпеть, так как я страдаю гипертонической болезнью, два с половиной часа, чтобы не сходить в туалет. Я раз попросила как-то посодействовать, мне сказала, что вы как-то рассчитываете или гонитесь уже после часа в какой-то период. Почему я должна рассчитывать? Я жена вашего сына. Очень нагло, беспардонно. Она вот как плесень, которая у нас прямо в квартире. Что вы делали в нашей комнате в 12 ночи? Объясните. Я взяла за ручку двери. То есть она что делает? Она берет перед моим носом, я хочу сыну что-нибудь спросить, но чтобы я не разговаривала. Сыну же давно лежал в кровати. Естественно, вы можете помолчать? И дверь перед моим носом берет и захлопывает. И так ехидно-ехидно улыбается, скажет, ну старая, я тебе вот того, что задам рога, ты у меня не сегодня-завтра здесь конца отдашь. Потому что я сразу начинаю нервничать, у меня повышается давление до 200, я начинаю плакать. Я думаю, как мне подойти к сыну, как у него спросить, что приготовить, как убраться, потому что везде разбросаны. Ее грязные, вонючие, извините за выражение, мы не привыкли. Так, все, ответчик. Достаточно, плохо живете, не нравится вам ваша невестка. Давайте к иску, пожалуйста, били ее или нет? Не била я ее, она же летела вместе с дверью, и я вот этой рукой, правой рукой, я защищалась от нее, потому что здесь летела с петель. Я защищалась вот этой рукой, вот у меня даже остались, видите? То есть вы не били ее, да? Не выбивали ей зуб. Не выбивала ей ни зуб, ничего. Так, хорошо, теперь давайте к вашему иску. Вы заявили встречный иск. Значит, встречный иск. Что за сумма такая? 325 рублей, это что? 325 рублей, это то, что я просто написала, то, что я обращалась к травматологу, так как у меня вывих руки. Не было никакого вывиха, у вас подруга работает в поликлинике. Видите, как она меня царапала? Ничего я не царапала. Что у меня с рукой? 325 рублей, это за что? Это просто я написала 305 рублей за мазилки, которые я покупала. Какие еще мазилки? Официально травматолог в аптеке, в мазилке. И вы хотите за мазилку взыскать деньги в суде? Хочу взыскать за лекарства материальные. Я получаю всего лишь пенсию, вот у меня официально есть справка о моих доходах. А моральный вред за что? А что тогда, если у вас мазилка такая дешевая, почему моральный вред 100 тысяч? А моральный вред я уже взыскала, потому что я больше жить так не могу. Она содействует тому, у нее квартиры своей жилплощади нет, квартиры нет. Уезжать она из нашего города не хочет к своим родственникам. Почему это, что езжать из города? Или где-то снимать. Они не хотят, не собираются. У нее все цело намечено то, чтобы завладеть квартирой. И поэтому я написала 100 тысяч, что может в конце концов Виталик с ней, мой сын, разведется. Не разведется Виталик со мной, он меня любит, и я его тоже. Который не готовит, у которого нет детей, и не будет детей. Почему не будет детей? Конечно, вы... Который не работает. Тамара Васильевна, вы к нам отвечали, хотите ли что-то эти вечера. По делу заявлен свидетель. Кто заявил свидетеля? Да, я заявила свидетеля. Вы заявили свидетеля. Вы передайте, пожалуйста, документы через судебного призыва. Оставайтесь на месте. Все документы я подготовила. Я прошу выслушать моего сына. Жукова Виталия Михайловича. Что у вас тут стоит? Ведро садовника? А? Ведро садовника, вы сказали, у вас стоит? Да, дачника. Ведро дачника стоит. Ведро дачника стоит возле кровати. И рядом стоит лоток кота. Все наприкидывается, ваше честь, это все неправда. Мы вместе с... И самое главное, мы находимся в 12-метровой комнате. Я поняла. Вместе с котом. В 12-метровой комнате. Пожалуйста, свидетели-ответчика. Свидетели-ответчика, войдите. Виталик, расскажи все правду. Здравствуйте, ваша честь. Меня зовут Жуков Виталий Михайлович. Тут такая ситуация, ваша честь. Я не думал, что Ириша подаст суд на мою маму. Потому что такая ситуация, это очень глупо, я считаю, с дверью. Конфликт этот был. Ситуация произошла так, что я уже ложился спать. Ириша, как обычно, задержалась в душе. Она долго принимает душ. И я ее ждал уже в комнате. Она заходит... Ты лучше расскажи, что твоя мама делала... Подожди, пожалуйста. Естественно, Ириша зашла в комнату. Начала закрывать дверь на замок. И в это время пришла мама. Она хотела зайти и начали открывать... То есть Ириша закрывает дверь, мама открывает. И начали толкать друг на друга дверь, естественно. Дверь не выдержала, и дверь вместе с Иришей падает на маму. Получается, мама повредила руку. И Ириша повредил себе имплант. Я... Скажи, сколько у меня кризис тут гипертонический. Скоро приезжает постоянно. Подожди, мам. Я изначально был против этой идеи с врезанием замков. Потому что это Ириша настояла. Если бы вы были против, то замок бы не появился. С ней невозможно спорить. С кем? Я не стал с ней спорить. Ты понимаешь, что у нас тут никогда детей не будет? Ваше честь можно слово? Нет. Он вообще слова не имеет. Он ничего не говорит. Если она захотела это сделать, то я, получается, делаю. Но я всегда буду на стороне своей мамы, потому что у нее плохое здоровье. Я всегда говорил Ирине, Ириш, пожалуйста, всегда уступи. Подумай. Всегда сделай как-нибудь уступи. Это унижение. Ир, подожди, пожалуйста. Да, я договорю. Всегда помоги, уступи. Ну, как-то схитри, чтобы мама успокоилась. И у нее здоровье слабое. Если ты хочешь, чтобы я тебе отдал деньги на этот имплант, ну, давай я заработаю. Но подожди. У мамы плохое здоровье. Ей надо купить путевку. Пусть она сначала отдохнет. А потом уже, мам, тебе нужен отдых. Понимаешь, у тебя слабое здоровье. Спасибо, сторона. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд принял решение первоначальные встречные иски оставить без удовлетворения. Суд выносит данное решение, исходя из следующего. Лицо, причинившее гражданину увечья или иное повреждение его здоровья, обязано его возместить. И это предусмотрено статьей 1064, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд считает, что в судебное заседание сторонами не представлено доказательств того, что им друг другу причинены телесные повреждения. Никто из сторон не обращался в правоохранительные органы с заявлением о причинении телесных повреждений, и в материалах дела отсутствуют сведения о привлечении их к ответственности. Если конфликт и состоялся, то стороны не обращались в полицию, то есть полицию не вызывали, сведений также об этом в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований как по основному иску, так и по встречному иску. При этом, разъясняю вам ответчица. Вы являетесь собственником, со собственником квартиры. Вам принадлежит три четвертых доли. Одна доля, то есть одна четвертая принадлежит вашему сыну. Если вы не согласны с тем, чтобы ваша невестка проживала в этой квартире, и вас не устраивает ее поведение, то вы имеете право поставить в судебном порядке вопрос о ее выселении и снятии с регистрационного учета. Не можно это сделать? Спасибо большое. Потому что проживание посторонних лиц в квартире, которая находится на праве личной собственности, возможно только с согласия всех собственников. Поэтому я настоятельно вам рекомендую подумать над этим, и вам, истец, тоже. Потому что на самом деле, если будет ваше поведение повторяться, то ваша свекровь может вас выселить из квартиры и будет абсолютно права. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Во встречном иске отказать. Придется просто дома провести воспитательную беседу со своим мужем, потому что, ну, это вообще невозможно. Как так жить, я не понимаю. Такой, знаете, такой делать здесь нечего. Ну, а Виталику я скажу, чтобы она ему не пара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова